Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас в моем новом влоге. Я надеюсь, что вы тоже рады приветствовать меня с моим новым видео, что я вас не достала уже со своими влогами. Сегодняшнее мое утро началось, но так себе, если честно. Я начала читать комментарии под последним моим влогом, и там обнаружила один комментарий, который реально задел меня как бы за больное, можно так сказать. Там одна девочка написала, что фу, какая у тебя кожа неровная. Когда я вышла на балкон, я была, естественно, без макияжа, и получается дневной свет. И, в общем, в этом моменте у меня кожа, ну, прям ужасная, если честно. Вот. И я как бы раньше всегда красилась и снимала влоги, но сейчас я думаю, что не все мы идеальные. То есть, у кого-то веснушки, у кого-то прыщи, если у кого-то идеальная кожа, наверняка у этого человека есть какие-то и другие минусы. Даже звезды, которых мы видим, не знаю, по телевизору, актрисы, певицы. Понятное дело, что у всех у нас есть какие-то минусы, и мне кажется, вы должны принимать меня такая, какая я есть. Вот иногда пишут вот супер гнилой какой-то комментарий, что ты мерзкая, не знаю, двуличная тварь и так далее, и это меня не задевает, потому что я не считаю, что я такая. Но когда пишут то, что ты считаешь своим минусом, как бы, это реально обижает, и прям я проснулась, у меня прям ужасное такое настроение именно из-за этого комментария. Да, я согласна, у меня не идеальная кожа. Понятное дело, что у мукбанга у меня в камере, у меня хорошая камера, где есть баланс белого, и эта функция позволяет сделать вашу кожу идеальной, без фотошопа, без ничего. Просто, ну, такая функция в камере, потому что камера хорошая, поэтому это все не видно. Вот, и на самом деле этот минус у меня, конечно же, есть, но я хочу сказать вам, девчонки, если у вас есть проблемы с кожей, поверьте мне, у многих есть. Просто многие пользуются вот этими вот фильтрами и так далее, и я вас очень прошу не давить на самое больное, потому что, мне кажется, кожа, это действительно для меня очень больная тема. У меня, на самом деле, я согласна с вами, у меня кожа не идеальная, но мне очень неприятно, когда мне про это говорят, я надеюсь, что мы с вами друг друга поняли. Раньше это были зубы, у меня были кривые зубы, и каждый раз, когда кто-то говорил, а не хотела бы ты себе поставить брейки, ты прям, как будто кипятком меня облили, мне настолько было неприятно. Я надеюсь, что мы друг друга поняли и не будем обижать друг друга. Собираем постель. Готово. Как всегда, сейчас позвонил курьер, я заказала себе бургеры, и сейчас они должны прийти для Мукбанка. Спускаюсь вниз, чтобы забрать их. Я забрала свой заказ. Я в прошлый раз, опять же, у них заказывала, но мне не понравилась шаурма, и тут мне в подарок положили новую шаурму и колу. Как это приятно, реально, очень приятно. В прошлый раз не то, что я с ними ругалась, я просто сказала, что шаурма была не свежая. Помните, в Мукбанке даже вам показывала. И мне посмотрите, что положили, как приятно, когда халява. Попробуем их шаурму. В этот раз кажется, она какая-то более мягкая. Будем тестить на Мукбанке. Просто какой аромат стоит. Здесь вот куриная котлета, соус их обалденный, салат, помидорка. Ой, ой, какая прелесть. Ну, просто сказка. Мама предложила сделать две косички. Я думала, хорошая идея. Почему бы нет? Всегда припудриваю лицо, чтобы лицо не блестело. В кадре это особенно заметно. Вручь смотришь в жизни, лицо не блестит. Но на камере почему-то всегда блестит. Ужасно смотрится. Я подумала, что два бургера таких больших, шаурму, еще картошку фри. Все вместе я не смогу сесть. Поэтому бургер и картошка фри будут в одном видео. А шаурму я хочу замиксовать. Сломался очередной стул. И вы знаете, некоторые мне не верят, что у меня постоянно в кадре ломается стул. Они думают, что это момент такого хайпа, так можно сказать. Но я могу вам объяснить. Дело в том, что я сижу всегда вот так вот. Стул находится в таком вот положении. И когда вот сюда я сажусь, он ломается. Потому что по идее так нельзя на стуле сидеть. Надо его перевернуть и сидеть нормально. Но мне нужно, чтобы еда была близко. Поэтому приходится так сидеть. А мы тут с мамой вовсю лепим. Посмотрите, как красиво у нас получается. Вот еще есть, которые мы не искупили. И здесь подносик. Я, наверное, буду снимать для вас мук-панк. Но не сегодня, а, наверное, завтра или послезавтра. Потому что на моем канале не было вареников с творогом. С варениками мы уже закончили. И теперь я решила, что буду снимать моя коллекция косметики. Потому что я обещала вам уже давно. Но что-то никак не возьмусь за это. Я не знаю, снимать на телефон или на камеру. Качество получится лучше на камере. Но просто у камеры такой геморрой есть, как теряется фокус. И поэтому это займет кучу времени. Но не знаю, как я буду делать. Во-первых, надо сначала прибраться здесь немножко. И показать, что у меня есть. Если честно, особо такой, знаете, супердорогой косметики у меня нет. Мэйбелин, там, Революшн и всякие такие штуки. Катрис. Но все равно, мне кажется, кому-то будет интересно посмотреть. Все-таки среди моих подписчиков я уверена, что есть девчонки, которые тоже любят косметику так же, как я. Кстати, я вчера решила все-таки заказать два аромата от Фаберлик. Я собираю коллекцию ароматов. Хочу около 200 разных и дешевых, и дорогих. Дело не в том, что я собираю именно Эйвен Арифлейм, какие-то бюджетные варианты. Я хочу все. Я буду покупать как и дорогие ароматы, когда откроются магазины, так и недорогие из каталогов. Просто хочу много. Хочу заполнить вот эти все полки ароматами. И вот сейчас вот здесь нужно сделать порядочек. Я, может быть, не только эту полку буду показывать вам подробно. То есть все палетки, все, что у меня есть, буду показывать. Думаю, что на помадах особо останавливаться не стоит. Сначала нужно все это протереть, разложить по местам, все ненужное выбросить, чтобы все выглядело аккуратненько. Вот эти, кстати, органайзеры. Это вообще что-то с чем-то очень удобно. И для румян удобно, и для помад. И стоили 40 рублей. То есть один манат они стоили в магазине. У нас есть магазин как Fixed Price. Там все стоит один манат. Вот там я и покупала их. Мамочка пришла с покупками. Как я люблю, когда мамулик приходит с покупками. Здесь у нас клубника свежая. Дальше смотрим, ребята. Подожди. Вау! Орео! Орео! Вот мы вечеринку устроим. Нахерачимся! Орео! Она сбесталась. Что я буду делать? Ну, можно хотя бы одно? Нет, я купила ровный для торта. Что, покупаешь? Соль. Соль и сметану. А мне что? Что тебе соль? Мне соль. Сметану. Круглубника для тебя. Смотри, сколько ты пытаешься. Вот так вот надо здесь донуться. И пошло. Оно было на место. Теперь бабушка идет проверять, что же вкусненького принесла мама. Бабушка! Клубника! Клубника это для тебя! Вот так вот я слегка сделала порядочек. Вытерла пыль. Хотя здесь незаметно. Я решила все свои парфюмы поместить на комод. И уже сейчас буду снимать для вас видео про организацию хранения моей коллекции косметики. Как бы я хотела, чтобы этих ароматов было в 3-4 раза больше. Это уже какая-то болезнь. Я просто вечером, когда у меня нет настроения, я беру какой-то аромат и начинаю нюхать. Мой любимчик это вот Far Away Gold Avon. И еще мне очень нравится вот этот вот Жедель Поза Арабиан Найт. Но этот жутко дорогой. Он стоит около 150 долларов. Вот самый дорогой. Но любимчик очень нравится. В общем, на этом все, ребятки. Я уже вынуждена с вами попрощаться. Потому что мне нужно уже загрузить этот влог. И это будет пятый день. По-моему, пятый день недели влогов. У нас с вами осталось всего два дня. И все. Я настолько привыкла снимать для вас влоги, что не представляю, что будет потом. Потом, может, забабахаем месяц влогов, а потом год влогов. Представляете, день 605. Или 600 дней нету в году. Нет. День 205. Представляете? Вот. Как-то так. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравился этот влог, обязательно ставьте лайки. Я буду стараться и дальше что-то снимать, что-то мутить для вас. Спасибо за комментарии, которые вы пишете, которые поднимают мне настроение. Я читала комментарии под видео, где я упала со стула. Там я нечаянно прям вырвался. У меня прям мат, если честно. И некоторые начали писать, что Айка же всегда говорила, что она не ругается матом. Но, ребят, один раз в год это не считается, что я ругаюсь матом. То есть я говорила про то, что я не люблю девушек, которые сидят и покрывают всех трехэтажным матом. Я так, естественно, не делаю. Но иногда бывает такое, что телефон из руки упал, например, или стул под попой сломался. Вот тогда это вырывается. Я считаю, что это нормально, и за это извиняюсь, так скажем. Вот. Спасибо, что досмотрели до конца. Мне безумно приятно читать ваши комментарии. Одна девочка написала и говорит, господи, все святые, господи, все святые, да хранит вас Бог. Я столько смеялась. Даже иногда бывают, знаете, замечания какие-то. Но настолько позитивно, настолько с юмором написано, что прям читаешь и улыбаешься. Вот. Ставьте лайки, подписывайтесь, если вы до сих пор не подписаны. А я вас всех очень сильно люблю. С вами Блайка Эмири. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok